Яркие идеи, воплощенные в творческие проекты. В стенах детской библиотеки номер 4 имени Сергея Михалкова состоялся конкурс по робототехнике для дошкаля 12-го избирательного округа. Организаторами мероприятия выступили депутаты Магнитогорского городского собрания Александр Мухин, а также общественная молодежная палата. Участие в соревнованиях приняли воспитанники семи детских садов. Они подготовили работы, посвященные юбилею Магнитогорского металлургического комбината. В основе работ сотни разноцветных кубиков лего, смекалка и фантазия. Воспитанники семи детских садов 12-го избирательного округа приняли участие в первом конкурсе по робототехнике среди дошкалят. Общественная молодежная палата предложила организовать конкурс на базе нашей библиотеки. И Александр Алексеевич Мухин, депутат нашего округа, поддержал эту инициативу. И в результате такой конкурс впервые проводится на базе нашей библиотеки. Семь детских садов будут участвовать в этом конкурсе. Все очень готовились. Конкурс был посвящен 90-летию Магнитогорского металлургического комбината. На каждом стенде лего-макеты самых крупных подразделений. Воспитанницы детского сада 122 Ксюша и Вера в своем проекте показали работу «Стана-2000». Здесь двигается подъемный кран, его можно вертеть, крутить. Здесь у нас планшет, и мы можем менять музыку. Проект «От железной руды до стального проката» представил детский сад 132. Дети и наставники построили настоящий металлургический городок, в котором все процессы автоматизированы. Производство металла начинается с войска и добычи руды. Полный цикл металлургического процесса в яркой миниатюре представили и юные робототехники из 117-го детского сада. Ребята также рассказали в деталях о процессе производства металла. Там прокатывают листы, сворачивают руду. И развосят по всей стране, даже могут за границей. Так и есть, молодцы. У вас весь технологический процесс здесь. Это мы делали с воспитателями. Каждую работу оценивали члены судейской коллегии, обращали внимание на творческую и техническую составляющие. Для организаторов этот конкурс – возможность выявить таланты и предоставить юным изобретателям и строителям возможности для развития. Очень рады, что у детей проявляется интерес к данному направлению, которое только будет расширяться и множиться. Поэтому было принято решение провести такое мероприятие именно среди детишек, потому что у них свежий ум, свежий свой взгляд. Я очень рад приветствовать всех участников конкурса, наставников. И думаю, что этот конкурс у нас станет традиционным. В завершении конкурса дети еще раз поздравили Магнитогорский металлургический комбинат с юбилеем, а после ребята сами принимали подарки. Проигравших в этом конкурсе не было. Каждый детский сад получил большой набор конструктора, чтобы все творческие планы обязательно получили яркое воплощение. Евгения Солокудинова, Денис Иванов, Телекомпания, ТВИН.